Давайте я быстренько покажу несколько слайдов, как бы это переключать. Пожалуйста, пожалуйста. Повторю сейчас в условии задач вертикальной плоскости данной точки А и В. И необходимо определить криву, спускаясь по которой под действием, собственно, силы тяжести, тело М начало двигаться из точки А до точки В в кратчайшее время. Собственно, здесь представлен еще один рисунок, но он более красивый, конечно. И, что касается истории, Иоганн Бернули, автор данной задачи, и всего пять решений. Иоганн Бернули, Лейбница, Якова Бернули, Лобиталя и Ньютон. Ну а теперь стоит поговорить немножко о самой кривой, о циклоиде. Как проще всего описать циклоид? Рассмотрим прямой Х и окружность радиуса Р, лежащей на этой прямой. Точку касания данной окружности с прямой обозначим как А0. И если мы зафиксируем свой взгляд на эти точки и будем поворачивать нашу окружность по часовой стрелке, то тогда эта точка как раз и опишет тугу циклоида. Сейчас будет видно, как это происходит. Есть такое выражение, что циклоиду описывает гвоздь колеса. И на самом деле удивительно, почему еще в древние времена эту кривую не исследовали. Поговорим теперь о свойствах данной кривой. Доказывать их сейчас не будем, а они потом получатся сами собой в ходе решения данной задачи. Собственно, здесь показано текущее положение данной точки. Вот это как раз таки есть дуга нашей циклоиды. Заметим, что касательные циклоиды всегда проходят через вершину образующего круга. Это свойство, оно фундаментальное. Оно нам понадобится коренным образом в дальнейшем решении этой задачи. Еще стоит отметить, что если мы рассмотрим движение по циклоиде, то это движение можно разложить на два вектора. Первый вектор – это поступательный, который направлен по прямой х. А второй вектор является касательным к образующей окружности. И, собственно, если сложить эти два вектора, ну а знаете, как складываются векторы по правилу параллелограмма, то мы как раз таки получим мгновенное значение скорости в данный момент. Так, ну пока я буду уже… Для нас мы больше интерес представляем решение самого автора Иоганна Бернулови, собственно, о котором и пойдет сейчас речь. Он воспользовался оптико-механической аналогией. В школе вообще оптику изучают? Наверное, да. И в оптике существует принцип Ферма, который утверждает, что скорость распространения светового луча в разных средах, в общем-то, она различна. Но главное именно то, что путь, который проходит луч света, оно по времени является минимальным. Из этого принципа Ферма сразу же следует закон Снеллерса, который гласит, что коэффициент преломления светового луча при переходе из одной среды в другую, он пропорционален отношению скоростей в этих средах. Но сейчас я поясню, что это значит. Собственно, дано две среды. Скорость в первой среде В1, во второй среде скорость В2. и прямая Эль, которая разграничивает эти среды. Рассмотрим движение светового луча. из точки А1 в точку А2. И совершенно точно то, что этот луч пройдет именно через точку В. Потому что она удовлетворяет закону Снеллерса. Сейчас я запишу аналитически, что из себя представляет закон Снеллерса. Ну это, собственно, то, что я только что сказал. Это синус А1 на В1 равен синус А2 поделить на В2. Теперь давайте поговорим, что же такое А1 и А2. Это угол, показываем в рисунке, то есть это угол между перпендикуляром к нашей прямой Эль и направлением прохождения светового луча. Ну а как же это можно применить к решению нашей поставленной задачи? Для этого решим сначала более простую задачу. То есть мы сейчас пытаемся отойти от оптики, к механике перейти. И задачу поставим в следующем образом. У нас также дано две следы. Скорость в первой среде В1, во второй среде скорость В2. И прямая Эль разграничивает эти среды. Рассмотрим движение тела из точки А1 в точку А2. И необходимо найти точку В, прилежащую прямой Эль. Такую, чтобы время прохождения нашего тела было минимальным. Но на самом деле этот факт очень легко доказать средствами даже элементарной математики. Собственно, что мы сейчас и сделаем. Докажем мы это от противно. Но сначала примем внимание закон с Эльюса. предположим, что пусть точка В принадлежит прямой Эль так, что выполняется вот это соотношение. И сейчас мы докажем то, что если это соотношение выполнено, то тогда время прохождения нашего тела будет минимальным. Для доказательства этого факта я сейчас сделаю более крупный рисунок, чтобы всем было понятно. Так. Именно время или расстояние? Что это? Вопрос. Время или расстояние? Именно время. Мы сейчас обсуждаем вопрос минимизации именно времени прохождения. Собственно, я продублировал предыдущий рисунок только более крупный размер. На каждом противном предположим, что существует точка С, которая принадлежит данной прямой, и время прохождения через точку С будет меньше, нежели чем прохождение через точку В. Мы обозначим эту траекторию пунктира. Напишем, из чего складывается расстояние А1, А2. Если мы проходим через точку В, то тогда это расстояние А1В плюс ВА2. Ну и по рисунку видно то, что скорость прохождения отрезка А1В будет В1, а скорость прохождения отрезка ВА2 будет В2. Для доказательства построим, сделаем несколько дополнительных построений. Первое. Опустим перпендикуляр из точки С на отрезок А1В. Эту точку обозначим Е. Второе дополнительное построение. Продолжим нашу прямую А2В. И также опустим перпендикуляр из точки С на уже продолжение нашей прямой. Обозначим эту точку F. Заметим, что угол F, C, B равен углу А2. Почему? Потому что это углы со взаимно-ортогональными сторонами. То есть если мы рассмотрим нашу ортогональную систему и повернем ее, то как раз таки угол А2 окажется равным углу F, C, B. Также заметим, что угол Е, C, B будет равен углу А1. Тоже углы со взаимно-ортогональными сторонами. Но мы не забываем то, что у нас точка B такая, что выполнен закон с нейрисом. Из этого факта следует, что если мы рассмотрим время прохождения нашего тела по отрезку F, B, и время прохождения нашего тела по отрезку E, B. Мы видим то, что напротив угла А2 лежит катет BF, а напротив стороны BE лежит угол А1. И отсюда сразу становится понятно, что время прохождения нашего тела по отрезку F, B со скоростью V2 равно время прохождения нашего тела по отрезку E, B со скоростью V1. Вот этот факт кому ничего понятен? Ну давайте я запишу. Ну, собственно, путем простейших преобразований вот это выражение преобразуется в это выражение. Но мы видим то, что отношение синусов углов равно отношению нашей скорости V1 и V2. Но отсюда сразу следует то, что время прохождения отрезка F, B со скоростью V2 равно время прохождения отрезка E, B со скоростью V1. Потому что у нас выполнен загон стендерсов. Далее. Распишем более подробно вот это выражение. Что такое А1, B? А1, B это А1, E плюс E, B. Распишем более подробно. Большое число слагаемое. Но мы только что заметили, что время прохождения нашего тела по отрезку B и E со скоростью V2 равно времени прохождения нашего отрезка со скоростью V1 отрезка FB. Поэтому мы в это выражение можем взять и заменить. Поскольку нам требуется только время. Что я сейчас и сделаю. Что я записал. Я записал, что траектория из точки А1 в А2, то есть время, будет равно прохождение отрезка А1, E плюс отрезок FB и плюс отрезок B, А2. Заметим, что вот эти три точки FB и А2 лежат на одной прямой. Отсюда следует, что мы можем упростить это выражение следующим образом. Так, давайте я сверху напишу. Таким образом мы получили, что время прохождения нашего тела из точки А1 в точки А2. А2 равно времени прохождения нашего тела по двум отрезкам А1, E и F, А2. Но мы сейчас почти уже доказали закон Снеллиуса. Осталось только рассмотреть два прямоугольных треугольника. Первый прямоугольный треугольник. Это треугольник E, C, A1. Угол E прямой. Заметим, что А1, E это качество нашего прямоугольного треугольника. А1, C это гипотенуза. Известно, что гипотенуза всегда больше качества. И скорость прохождения нашего тела, поскольку мы находимся в одной и той же среде, равна V1. Поэтому понятно, что время прохождения тела по гатиту будет меньше, чем время прохождения по гипотенузе. Таким образом, по времени мы получаем это соотношение. Рассмотрим второй прямоугольный треугольник. Второй прямоугольный треугольник. ФА2 это качество нашего прямоугольного треугольника. CR2 это гипотенуза. Но мы видим то, что скорость прохождения тела по отрезку FB, судя по рисунку, равна V1. Но мы когда писали вот это выражение, мы договорились, что мы заменяем отрезок EB на отрезок FB. И прохождение по отрезку FB будет также скорость Y1. Таким образом, в итоге мы получили, что прохождение и гатита, и гипотенуза будет с одной и той же скоростью. Проводим аналогичные выводы. Раз скорость прохождения одинаковая, то понятно, что время будет там меньше, где расстояние меньше. Но поскольку катит всегда меньше, чем гипотенуза, то мы получаем, что по времени прохождения отрезка BA2, нет, не B, F, A2 будет меньше, чем CA2. А1, E и F, A2, посмотрим на это выражение, это как раз таки одно и то же. В силу произвольности точки C, наше утверждение доказано. Таким образом, если точка B удовлетворяет закону Стеллиуса, то время прохождения через эту точку будет не меньше. Таким образом, первый шаг мы сделали. Теперь вернемся к условию задачи. Необходимо определить такую кривую. Необходимо определить такую кривую. Но мы же должны воспользоваться тем, что существует силой тяжести. Как мы этим воспользуемся? Применим закон сохранения энергии. Выберем ноль потенциальной энергии как точку А2. Тогда у точки А1 будет какая-то высота. Для определенности введем декарту в стену координат x, y. Тогда у точки А1 координаты x1h, где h это высота. Поскольку мы опускаем наше тело без собственного ускорения, то в точке А1 тело имеет только потенциальную энергию. Потенциальная энергия равна ngh в данном случае. Рассмотрим движение в конечный момент времени. В точке А2. В точке А2 потенциальная энергия будет равна нулю, поскольку высота равна нулю. И вся эта энергия перейдет в кинетическую. Кинетическая энергия в конечный момент времени равна nv в квадрат пополам. Используя закон сохранения энергии, приравняем эти два выражения. Сократим на n, довножим на 2. Получаем, что скорость в квадрате равна 2gh. Извлечем корень. Вот мы получили выражение для скорости в зависимости от высоты нашего тела. Ну и понятно то, что это не зависит от кривой, а зависит только от высоты. Это еще показал галилей своих многочисленных опытом. Этот факт запомнил. Приступим к следующему этапу решения нашей задачи. Вот этот рисунок я сейчас смотрю. Давайте я напомню закон с нервисом. Теперь рассмотрим сложную оптическую следу. Ну или не обязательно оптическую. Сейчас будет понятно, что я имею в виду. То есть рассмотрим несколько слоев. Высота каждого слоя h, и она одинаковая. Попробуем рассмотреть движение частицы из первого слоя в четвертый слой. И при этом постараемся выполнить закон с нервисом для каждого слоя. Но я сейчас попробую нарисовать, как примерно это будет выглядеть. То есть мы получаем лом. Попробуем. Продолжение следует... Для каждого слоя мы выполнили этот закон, то есть этот угол А1, этот угол А1, этот угол А2, А2 и так далее. В каждом слое траектория это прямая. Теперь запишем цепочку полученных выражений. Так запишется закон Снеллиуса для наших четырех слоев. Теперь попробуем записать это в общем виде. Как это будет выглядеть в общем виде? Ну, очень просто. То есть я записал Синус Альфа Итэ поделить на В Итэ будет равно константе, где Итэ это соответствующий номер нашего условия. Теперь проведем такие неочевидные рассуждения. Попробуем непрерывно уменьшать высоту нашего слоя. То есть устремим аж к нулю. Понятно, что при непрерывном уменьшении высоты слоя скорость будет меняться так же непрерывно. И вот углы, так скажем, лучше сказать не углы, а коэффициент при ловлении будут меняться так же непрерывно. Поэтому мы можем написать следующее выражение. Синус Альфа Итэ поделить на В Итэ равно константе. Вот этот предельный переход строго объяснить следствием элементарной математике не представляется в одном. Но здесь единственное, что остается, это поверить мне на слово, поскольку это действительно так. Собственно, Иоганн Бернули, когда решал свою задачу, он тоже не мог строго объяснить этот предельный переход, но его интуиция не подвела его. Собственно, когда Иоганн Бернули написал вот это выражение, он сразу понял, что кривой скорейшего спуска либо хистопронной является дуга-циклоид. Ну что я сейчас могу сделать? Я могу подставить вот это выражение для скорости вот сюда. Что получится? Сейчас я запишу. Подставляю. Вот здесь я написал букву h, но сюда вместо h я запишу y. Поскольку h это высота, если мы введем в Декарту систему координат и y, вот так вот, то как раз таки y это будет наше h. Равно константе. Что отсюда понятно? g и это константа. Ну, например, она равна 9,8. 9,81. Поэтому возьмем и домножим на это выражение на корень из 2g. Поскольку я домножил на константу, то в знаменателе корень из 2g ушло, а корень из 2g, который я домножил на эту константу, это получилась еще одна константа. Ну, можно назвать ее константой 1, но в данном случае это не важно. Далее запишем эту константу в несколько другом виде. Я списал константу в виде 1 на корень из d. Сейчас будет понятно, для чего я это сделал. Домножим все на корень из y, то есть избавимся от знаменателя в этой дроби. Давайте избавимся от формы. Введем все в квадрат. Ну, теперь становится понятно, для чего я представил константу в таком виде, чтобы, когда я возводил в квадрат, у нас не было в знаменателе высших степеней. Теперь вспомним тригонометр. А именно, что синус квадрат альфа равен 1 минус косминус 2 альфа пополам. Тогда данное выражение принято в следующий вид. Ну, и теперь последний штрих. Домножим наше выражение на d. Итак, мы получили в итоге функцию y от альфа, которая характеризует нашу кривую. Напомню, что альфа это угол между вертикалью и касательной к нашей кривой. Но все-таки хотелось бы получить два уравнения для циклоида. То есть, хотелось бы еще найти выражение x от альфа. Для этого повнимательнее посмотрим на эту функцию. подставим вместо альфа несколько значений. Ну, чтобы космос просто считался, я подставлял значение альфа, равное нулю, π на 4, π на 3, π на 1. Подставим. Космос 0 равен 1. Поэтому здесь просто 1. Получаем, что y равен 0. Подставляем 1 на 4. cos π нет, не π на 2, π пополам. Но поскольку cos π пополам равен 0, то тогда y равен просто d в пауру. Следующий угол. Получается cos 2π на 3. cos 2π на 3. Чему равен cos 2π на 3? cos 2π на 3π на 4π на 3. Сколько? cos 1π на 4π. cos 1π на 4π. Получаем, что в этом случае y равен 3,4π. Ну и последнее выражение, cosp это минус 1, здесь получается плюс d пополам плюс d пополам, будет просто d. Ну и поскольку здесь есть d пополам в дроби, то давайте договоримся, что 2r равно d. Ну просто так будет в дальнейшем проще. Тогда это будет просто d, d будет 2r, а 3,4 d это будет 3,2r. Теперь построим т-картовую схему координаторов и пытаемся как-то подставить эти точки. Вот это вот главный вопрос. В начальный момент времени угол между вертикалью и нашей кривой равен нулю. Ну, собственно, вот эта точка. Пи на 4. Высота получается r, касательная к нашему графику получается пи на 4. То есть этот уголок получается пи на 4. Следующее. Три вторых. Угол пи на 3. То есть это чуть похоже получается. Ну и, наконец, последняя точка 2r. Здесь просто горизонтально. Горизонтально. Ну, теперь уже немножко понятно, как будет выглядеть наша кривая. Попробуем связать вот эти две точки как-то вот с этим рисунком. То есть здесь у нас есть r и здесь r, но нам просто некуда деваться. Что мы для этого сделаем? На расстоянии r от точки номер 2 приведет перпендикуляр длиной 2r. Ну, понятно то, что касательная пройдет как раз через вершину, и этот угол будет пи на 4. Но что еще заметим? То, что можно очень просто писать окружность. Я замечу, что вот построения, которые я сейчас делаю, они являются не очень искусственными и это не подгон под ответ, поскольку когда я первый раз пытался как-то это сделать, то с первого раза у меня получились именно эти же самые рисунки. То есть если кто-либо из вас когда-нибудь взялся бы решать эту задачу и не сдал бы этого решения, то он сделал бы с наибольшей вероятностью именно так, как я это сейчас показываю. Ну, теперь стоит немножко подумать, как мы сможем связать 2r с этой точкой. Здесь высота у нас 3 2r, то есть это вот ровно вот здесь наполовину. Ну, продолжим нашим переводом. Понятно, что в какой-то точке ее высота будет 2r. Но расстояние x1 и x2 мы пока не знаем. Но его очень легко найти. Поскольку это параллельные прямые, то этот угол так же равен и накрыт, поскольку это накрыт лежачий угол. Далее опустим перпендикуляр из точки, назовем ее p, на прямую вот эту точку назовем k. На прямую k x2. И натрий это у нас угол 60 градусов. Поскольку высота точки p это 3 2r, а эта высота это 2r, то понятно, что когда мы опускаем перпендикуляр, но обозначим эту точку e, то k e будет 1 2r. Построим равнобедренные треугольники. Этот угол также у нас равен и натрий, но все же мы не знаем ни эти две стороны, ни высоту. Но как это можно легко сделать? Посчитаем косинус угла p, k, x2. Этот угол равен и натрий. Но поскольку здесь прямоугольный треугольник, то мы можем легко записать, чего равен косинус. Косинус это отношение прилежащего катета к гипотенузе. Здесь получается 1 2r поделить на наш катет. Но обозначим катет буквой а маленькая. А нам как раз таки необходимо узнать а. Ну там можем все на а и поделим на косинус. Получаем, что а равно 1 2r поделить на косинус. А косинус равен косинус равен косинус. 1 2r, да? То есть тогда, раз мы делим на 1 2r, мы умножаем на 2. Итого, получается, сторона этап n. Я пользуюсь тем, что я у доски так быстро сделаю. На самом деле удивительно. Таким образом у нас получается треугольник даже не равнобедренный, а равный сторонний. Поскольку эта сторона r, эта сторона r, эти по 1 2r, получаются все три стороны по r. Но это легко еще можно проверить. Если мы захотим узнать высоту, то она у нас получится как раз r умножить на корень из трех пополам. А это как раз таки характеризует равносторонний треугольник. Также заметим, что вокруг этой конструкции можно описать окружность. Теперь давайте внимательно посмотрим на эти рисунки. Что мы видим? Что касательная к нашей кривой всегда проходит через вершину образующего круга. Но если мы вспомним слайд, то как раз таки это и характеризует циклоиду. Но не будем на это опираться, мы получим выражение для циклоидов независимых. Итак, этот факт мы запомним. Что касательная к нашей кривой всегда проходит через вершину образующего круга. И этот факт нам понадобится коренным образом. Вспомним, что мы получили в предыдущей выкладке. Так как лучшей выкладке у нас было, что... И в крайнем 2f sin². Это выражение потом требует... Мы получили косинусы и выражение для циклоида y к таки. Теперь покажем, что единственный кривой, который удовлетворяет этому соотношению является циклоидом. Но более того, мы сейчас покажем, что если будет выполнено вот это выражение, то касательная будет всегда проходить через вершину образующего круга. Для этого построим более подробный рисунок. Так, чтобы обозначение самое соотношение... Так, чтобы обозначение самое соотношение... Вот эти все отрезки у нас по R. Сейчас я поясню, что я строю. Я строю данную конструкцию, но для произвольной точки. То есть, когда вот этот угол не фиксирую на производе. точка L. Так, и поставлю... Это точка P, T, O. П, O, T. И соединю точки P... Нет, N и T. Но поскольку это отрезок R, это отрезок R, это отрезок R, это отрезок R, я могу описать окружность. Напомню, что точка M, это произвольная текущая точка. В данном выражение Y, это высота. Ну, посмотрим, чему равна высота точки M. Высота точки M, это отрезок R, T. Также, то, что мы заметили по предыдущим рисункам, соединим вершину образующего круга P и точку M. То есть, это получается касательное к нашей кривой. Этот угол альфа тогда на крест лежачий угол будет также альфа. Вот этот угол L, N, T обозначен как и пополам. Но почему я его так обозначил, через пару минут станет понятно. Что же такое L, T? Рассмотрим прямоугольный треугольник L, L, T. Понятно, что L, T это синус Фип и Палан умножить на Н, T. Давайте я поподробнее распишу, откуда это получилось. Синус Фип и Палан, это отношение противолежащего катета к гипотенузе. Это у нас катет L, T, гипотенуза М, T. Ну теперь я просто умножаю на Н, T и получаю это выражение для высоты. С другой стороны, недавно мы получили вот это соотношение. Но мы вправе взять и приравнять. Возьмем, поделим на синус Фип и Палан. Теперь хотелось бы как-то понять, что же представляет угол Фип и Палан. Посмотрим внимательно на этот рисунок. Этот угол Альфа. Тогда рассмотрим прямоугольный треугольник. P, M, A. Сумма углов в прямоугольном треугольнике равна 170 градусов. Но поскольку один угол прямой, то тогда оказывается, что на эти два угла приходится 90 градусов. Запишем. То есть эти два угла будут равны P и Палан. Тогда этот угол будет равен P и Палан минус A. Вот этот угол, который я только что выделил. А теперь давайте представим. Касательная к нашей кривой проходит через вершину образующего круга. Этот угол Альфа. Точка M принадлежит окружности. Что мы получаем? Мы получаем, что это прямоугольный треугольник. Почему? Потому что треугольник не описан, а имеющий... Как бы это сказать? Операющийся на диаметр. Да. Операющийся на диаметр. Этот угол равен P. И пополам. Ну, собственно, мы сейчас приближаемся уже к получению выражения Х от А. Раз этот угол и пополам, тогда треугольник МПТ треугольный. МТ это Катит. Ну, давайте теперь напишем, чему равен Катит МТ. МТ это ПТ, а ПТ это у нас двое. Синус Альфа. Вспомню другое выражение для МТ. Что же получается? Если P пополам равно Альфа, то мы можем спокойно сократить на синус. И эти два выражения будут совершенно одинаковыми. При условии, что P пополам равно Альфа. Что отсюда также понятно? Угол МОТ также равен Фи пополам. Нет, даже не Фи пополам, а ОСПИ. То есть этот угол, он в два раза больше, чем угол Альфа. Ну, да, так мы и получили. На этом шаге мы показали, что для того, чтобы было выполнено вот это соотношение, необходимо, чтобы касательная к нашей кривой всегда проходила через вершину образующего круга. Что мы сделаем далее? Ну, далее остается совсем немного, остается только получить искомое выражение. Давайте рассмотрим движение нашего тела по кривой. В данном случае мы получаем такую кривую. и в каждое время в этой кривой существует касательная. И мы можем разложить движение на две составляющие. Первый вектор — это R1. Второй вектор — это R2. Причем эти векторы должны быть такими, чтобы, когда мы их сложили по правилам параллелограммы, мы получили как раз таки вектор, который является касательной к данной кривой. То же самое мы сделаем и здесь. Первый вектор — R1. А второй вектор мы сделаем касательной к нашей образующей окружности. Так, мы их надо одинаково нарисовать. Так, давайте я их выделю. Теперь, что нам нужно показать? Во-первых, нам нужно показать, что эти два вектора одинаковы, и что в сумме они как раз таки будут направлены по касательной. Ну просто геометрически я сложу их. То есть в идеале мы должны получить R0. Как это легко сделать? Рассмотрим вектор R1. Он у нас фиксирован. Далее. Отложим вектор R2 по длине такой же, как вектор R1. И тогда, если мы их сложим, у нас получится R0. Потому что если мы симметрично отобразим верхний треугольник на нижний, то вектор R2 перейдет в этот вектор, а вектор R1 перейдет в этот вектор. Ну и, собственно, у нас получается... То есть противоречий никаких при этом не видно. Теперь остается самое малость. Нужно записать искомое уравнение x-татами. Для этого сделаем еще один рисунок. Продолжение следует... Я делаю такие же построения, как для предыдущего рисунка. Так, и буквы я сделаю точно такие же. Это L. Это T. Начало координат я обозначу как. А, потому что буквы уже заняты. И текущее положение точки N я обозначу как B. Но теперь как же мы свяжем? А, B равно А, T минус T, B. Что представляет собой АТ? В данном случае АТ это 2πr, где r радиус, образующий окружность. Сейчас я поясню почему. Поскольку мы разложили нашу скорость на две составляющие. Первая составляющая это поступательная, которая направлена к оси Х. А вторая составляющая скорости является касательной к окружности. То есть это условие как раз является необходимым для того, чтобы мы говорили о вращении окружности без проскальзывания. И расстояние у оси Х будет равно 2π умножить на r, а r это радиус образующего окружности. Теперь посмотрим, что представляет собой ТВ. Отрезок ТВ в данном случае это отрезок ММ. ТВ в данном случае это отрезок ММ. То есть МММ равно r sin 2 х. Почему? Вот этот уголок φ равен 2. И для отказательства этого факта я сделаю еще один рисунок. ТВ в данном случае это отрезок ММ. ТВ в данном случае это отрезок ММ. Я построил точно такой же рисунок, только точку МММ отобразил немного ниже. ТВ в данном случае это отрезок МММ. Вот этот уголок равен φ и равен 2а. Напишем, чему равен синус угла φ. синус φ равен отношению катета к гипотенузе. То есть равен отношению МММ к МО. МММ это отрезок МММ. Отсюда мы получаем, что МММ это отрезок синус φ. Продолжим. Поскольку φ это 2а, отсюда сразу же получается, что МММ равно r sin 2 альфа. то, что я сейчас и записал. А теперь напишем ответ. АВ это текущая точка нашей кривой. Складывается из АТ и ТВ. Отрезок АТ это 2а. Отрезок ТВ это f sin 2а. Мы видим, что мы получили зависимость х от альфа. А зависимость х от альфа мы получали уже минут 40 назад. Я по памяти запишу. Отрезок МММ. В итоге мы видим, что это уравнение является точностью уравнения циклоидера. Тем самым поставленная задача решена. Спасибо за внимание. А еще время есть? Можно я презентацию? Времени еще 25 минут. Я успею еще разок покажу вам рисунки, которые были в доске. Может они были не очень хорошо нарисованы. Здесь остались все. Чем я пользовался в решении данной задачи? Я разложил скорость, которая представляет вектор r с точкой, на r с точкой 2 и r с точкой 1. r с точкой 1 направлена по касательной, к образующей окружности. И обратим внимание, что касательно данной кривой всегда принадлежит вершине образующего круга. Это закон Снейлиуса применительно для светового луча. И далее я хочу вам показать, что на самом деле в природе закон Снейлиуса выглядит несколько по-другому, когда мы говорим про реальные волны. Я постараюсь успеть это вам рассказать. А выходит, это название, наверное, никто не знает, что такое сейсморазведка. Сейсморазведка заключается в том, что мы, сейсморазведчики, изучают строение земной коры путем регистрации колебаний волн. Что такое сейсморазведка? Есть такой раздел науки, называется сейсмология. А сейсмология изучает глубинное строение земли. Как это происходит? Например, в этой точке произошло крупное землетрясение. Землетрясение такой силы, что волны проходят через всю землю, может быть, несколько раз. А здесь стоят сейсмоприемники. Сейсмоприемники — это специальные датчики, которые улавливают малейшие колебания земной горы. То есть они улавливают настолько маленькие колебания. Вот если мышка пройдет, то тогда это будут, в общем, довольно серьезные колебания для сейсмоприемников. Итак, в этой точке произошло землетрясение. Ну, очаг. Волны пошли устраняться отсюда, отражаются. Далее. От этой границы опять отражаются. И по всей Земле расставлено сейсмоприемники. Что мы можем сказать? Во-первых, мы знаем физику волны. То есть мы знаем кинематику. Мы знаем скорость распространения волны в различных средах. И мы знаем траекторию. Пусть землетрясение произошло в момент времени t равный нулю. Через одну секунду волна пришла сюда. Через две секунды волна пришла сюда. Через три секунды — сюда. То есть сейсмоприемники улавливают только время. Но за счет того, что мы знаем кинематику волн, мы можем посчитать это расстояние и узнать истинную мощность данной структуры. А чем занимается сейсморазведка? Ну, здесь написано «нефтяная платформа в Северном море». Сейсморазведка изучает только поверхностные слои земной коры. Но это до глубины примерно 10-15 километров. Но, естественно, самый важный — это поиск горючих полезных ископаемых. Поэтому они обычно залегают на глубине 3-6 километров. И как только сейсморазведчики определяют то, что там есть залежи полезных ископаемых, сразу строят такие буровые платформы. Вот я хочу заметить то, что пробурить одну скважину в море, у нас здесь глубина небольшая, менее 100 метров, то есть это на шельфе, стоит не меньше 75 миллионов долларов. То есть сейсморазведка, она очень точно должна определить, есть ли там полезные горючие ископаемые, иначе они пробурят, а там ничего нет. Ну и такое, на самом деле, часто бывает. Теперь я расскажу, как происходит сам процесс сейсморазведки. В этой точке, пробуренная скважина, здесь происходит взрыв. Здесь у нас расставленный профиль — это сейсмоприемник. Волны начинают распространяться, отражаясь от каждого слоя, и приходят к поверхности земли. Первое, чем мы задаемся вопросом, а зачем мы пробурили здесь скважину? Все дело в том, что верхний слой почвы, вот этот 10-15 метров, он очень рыхлый, и скорость распространения волн там очень маленькая. И она сравнима, эта скорость, даже не так сказать, затухание колебаний волн за эти 10-20 метров равно затуханию волны, если в более глубоких слоях земной коры, как 3 километра. То есть волна пройдет 3 километра, и амплитуда уменьшится в 10 раз, и волна пройдет эти 10 метров, амплитуда волны также уменьшится в 10 раз. Почему тогда сейсмоприемники не ставят вот здесь? А потому что сейсмоприемников очень много, их минимум 24 штуки. Ну а для серьезных исследований их в несколько раз больше, то это просто очень долго, курить столько скважин. Что мы получаем? Это исходная какая-то геологическая структура, это поверхность Земли, это какой-то слой, который направлен под наклоном, это второй слой, это третий слой. И здесь показано, как отражаются волны от данной структуры. Первое, что мы получаем, это исходную сейсмограмму. Что же можно понять по этой картинке? Представляет данная сейсмограмма. Она представляет собой график функции x от t. То есть, если здесь у нас стоят сейсмоприемники, то они регистрируют время и получают какие-то кривые. Что из себя представляет временной разрез? Временной разрез представляет собой обработанную сейсмограмму. Сейчас я покажу, что значит обработать сейсмограмму. Решим элементарную задачу. Это поверхность Земли. Вот это какой-то первый слой. Здесь произошел взрыв, то есть источник колебаний. Волны распространяются во всех направлениях. Первая волна пришла на первый сейсмоприемник через одну секунду. На второй сейсмоприемник она пришла через две секунды. И если мы нарисуем график x от t, то мы получим какую-то наклонную кривую. Но поскольку это простейшая задача, то в реальной ситуации прямых не встречается, а встречается более сложная структура. Но здесь я покажу вам основную идею. Отражение произошло от одного и того же слоя. Что мы тогда должны сделать? Мы должны ввести кинематические поправки. То есть мы хотим зафиксировать именно этот слой. Для этого, для второго сейсмоприемника, мы введем задержку времени так, чтобы наша эта прямая спрямилась. Но это, наверное, сложно и не совсем понятно. Но благодаря этому мы получаем временной разрез. То есть видите, то, что вот есть фронт, он очень напоминает границу этого слоя. Вот заметно это? Да. И это я вам показываю не просто нарисованной картинкой, а это реальная биологическая структура, которая встречается в природе. Вот, например, эта картинка показывает площадные сейсмометрические съемки. То есть здесь представлена трехмерная модель, и здесь видны, вот видите, фрагменты слоев, которые лежат под наклоном. Здесь очень сложная структура. Но чтобы найти вот корючее ископаемое, приходится в этом всем разбираться. Здесь я поподробнее остановлюсь на некоторых картинках. Вот видите, здесь более темные линии. И здесь более темные. Это значит то, что пришел фронт волны. Поскольку существуют еще отраженные волны, которые создают различные помехи. От них приходится избавляться. Избавляться от них очень тяжело. Но благодаря тому, что фронт волны представляет собой гораздо больше волн, то это можно легко выделить. Еще одна картинка. Здесь виден, как напоминает треугольник, очень похож. А здесь такие прямые, которые отвечают при времени прихода волн от различных слоев. А это все помехи, которые существуют в любом случае. Например, если проводят сейсмические исследования, а вы ходите в 5 метрах, то тогда вообще ничего не получится. Это еще одна картинка. На ней не будем останавливаться. А после этого происходит пересчет кинематический. Здесь же у нас в оси Y было время. А зная скорость волн, мы можем пересчитать это в глубину. Но, собственно, в этом и заключается вся прелесть сейсморазведки в том, что мы можем знать совершенно точную глубину залегания определенных слоев. Но это очень сложная структура, но тоже она реальная. Теперь я расскажу несколько слов про физические основы. Вот закон Гука в школе, наверное, изучают. Поскольку волна представляет собой колебание частиц, то на границе двух слоев происходит также колебание, которые описываются законом Гука. Но на самом деле закон Гука описывается в гораздо более сложной форме. Там нужны вводить тензоры и деформации, но об этом это уже совершенно другая история. Итак, о чем же я хотел рассказать? Вы рассматривали в нашей задаче световой луч. В действительности волны представляют собой колебание. Колебание, в общем, решением это является график синус от x. Все представляют. Всего существует четыре типа волны. В данном случае мы рассмотрим два типа. П-волны и С-волны. П-волны, движение частицы, колебания частиц направлены по движению волны. А СВ и СН-волны, они перпендикулярны движению частиц. Но отмечу то, что эти волны движутся в среднем в два раза быстрее, чем волны СВ и СН-типа. Вот это очень допоминает график синус х, но с глубиной наши колебания затухают. И если в начальный момент времени, когда произошел взрыв, амплитуда имеет такой характер, то на сейсмоприемнике приходит только такая ничтожная амплитуда, которую мы и фиксируем. Так, это пропустим. И, собственно, как выглядит закон с Нейберс? Мы рассматривали луч, который движется из точки А1, в которой у нас была точка В, и в точку А2. Но здесь у нас есть коэффициент переломления. Но на самом деле волны, если здесь волна написана П-типа, то от границы отображается, нет, отходит, кроме волны П-типа, волна С-типа, движение частиц, которых перпендикулярны. То есть волны этого типа. И тогда закон Снеллиуса пишется в этой форме. Но за счет того, что я упомянул, что скорость волны С-типа меньше, то, соответственно, и угол этот тоже будет меньше, он будет отличаться. И теперь я хочу немного обосновать наш предельный переход, то есть как это проистрирует и это физически. Мы рассматриваем один и тот же слой. Известно, что чем плотность слоя выше, тем скорость прохождения выше. Например, скорость с глубиной непрерывно увеличивается, поскольку верхняя масса давит вниз и тем самым увеличивается плотность. Поэтому у нас получается непрерывная кривая. Ну а в решении данной задачи я как раз и сослался на то, что если мы устремляем высоту слоев к нулю, то тогда скорость непрерывно зависит от высоты нашей точки. Но этот рисунок как раз-таки показывает, что это действительно так уже с физической точки зрения. Ну и далее я добавлю, что в земной коре существует огромное количество пород и в каждой горной породе скорость распространения волн различна. И только за счет этого, за счет того, что скорость распространения в каждом слое различна, мы можем определить и построить детальную профиль или детальную разрез нашей земной коры. Ну на этом я хотел бы закончить эту лекцию. Спасибо за внимание.